Газета номер 2 за 2012 год От издателя содержание номера Что нам, кто рекомендует Школа здорового образа жизни и другое Есть Так Ну здесь я описываю свои впечатления О ярмарке, которая произошла в Ростове Как меня там снимали Это был как раз в 2011 году НТВшники Ну и сочинили такое То есть сделали все что угодно Лишь бы опорочить Принесли с собой баночку с желтой жидкостью Напоминающую по цвету мочу И вот мол что это такое Как это там Вы там не попробуете Ну короче глупое снесли Я от их вопросов конечно не отошел Ответит ответил Сдержанно с пониманием Но Все что вы рассказываете Потом Переначивается И перемонтируется И в такой интерпретации Выдается что Просто просто Никакие ворота не лезет Потом Я с НТВ Особо не Не контактировал Будем так говорить Хотя потом Были там и передачи И пробопередач Ну Но в начале были такие Какие-то заказные Итак В марте Луна рекомендует Что значит в марте Март месяц Утро года называется вообще Это согласно Народному преданию Какие бывают Дни И что там Что там Подмечать в природе И сопоставлять это с тем Что может получиться там Допустим через полгода Вот если такой день обозначал Вернее такая погода была Осенью То Через полгода В этот день Она будет примерно Вот такой Значит Рассказываю об экстрактах Сосновых игл Для прибавления К ваннам Несколько Остановлюсь Подробнее Не столько На экстрактах К ваннам Как вообще На Сосне А вернее На Живице Которая есть В Содержится В хвое Примерная Живица Содержится В полыне В таких интересных Травах Жгучих Ну так как я сейчас Вот В пятнадцатом году В двенадцатом номере Большую статью пишу Про полынь Я столкнулся с тем Что Содержатся Такие вещества Биологически активные Которые Сильно влияют На организм человека Ну например там Горечи Вяжущие вещества В том числе Вот такие там Терпены Пиноны Пинон От Производного Сосна Означает Они Активно Влияют на Бактериальную Микрофлору На Грибковую Микрофлору Благодаря чему И лечат Так вот если мы с вами Используем Вот эти вот Экстракты Или Ну пускай Водные там Вытяжки Для Ванн То что получается Ну в частности там Скипидарная Скипидарная Значит Ванна Она в любом случае Скипидар делается Из Древесины Там Сосны Вот Значит Скипидар Такая Живучая жидкость Которая Раздражает Рецепты кожи За счет чего Еще Залманов Который лечил Ленина Указывал Значит Это раздражение Ведет к тому что Расширяются Капилляры Улучшается Капиллярное Кровообращение И за счет этого Делается Очень много Полезных Вещей Для организма Но Он дальше Не пошел И не заметил Вещества которые Входят В скипидар Вот эти Душистые Пахучие Они Помимо всего прочего Что расширяют Кровеносные Сосуды Периферические Они Проникают В кровеносное Русло И Убивают Патогенные Микроорганизмы Которые Обитают У нас В крови И вызывают Массу Различных Инфекций Воспалений И Нарушений Знаете Вот когда я не Не интересовался Я так сказать И не думал Что в крови Может обитать Столько Всяких Микробов И вот как только Создаются благоприятные Условия Эти микробы Начинают Размножаться Начинают Размножаться И если это происходит В том или ином Органе Значит Возникает Воспаление У этого органа Далее идет Нагноение Если это В ткани Воспаление Ткани Нерва Болит Ну О зубах Ну примерно Вот такие вот Начинают Возвлекать боли Во всем организме И вот Вот эти вот Скипидарные Или хвойные Ванны Или Полынные Ванны Которые Также содержат Эти же биологически активные Вещества Они способствуют Тому Что Убивают эту заразу То есть грибки не любят Бактерии не любят Те которые на коже Те которые на слизистых оболочках И так происходит Вот знаете Вот как бы Тотальное Обезвреживание Организма От вот этой вот Инфекции Которая сидит В нас И Как только появляется Слабина Там или здесь Она Тут как тут И дает Воспаление Дает Значит Какое-то заболевание Что такое диабет Диабет Вот он как раз у нас Рисунок Поджелудочной Железы И я решил разобраться Что такое диабет Как он возникает Его последствия И как с ним можно справляться Значит Ну это статья большая Я уже Как-то здесь Уже выговорился Насчет ванн Ну насчет Диабета Скажу Диабет второго типа Лечится легко И просто Потому что он Наживается Нашим неправильным Образом жизни Наша поджелудочная Железа начинает Там потихонечку Сдавать И Вообще-то Вообще-то Избыток сахара Ведет к тому Что И малоподвижный Образ жизни Вкупе Что Клеткам Глюкоза Не нужна И поэтому Не потребляя Когда клетки не работают Нет мышечных Достаточно усилий У нас получается Что Что Клетки не просят Глюкозы Они Можно так сказать по-простому Не хотят есть А раз они Не хотят есть Значит все болтается В крови Естественно в крови это не нужно И Выводится наружу Вот Как только Человек начинает Физически трудиться Тратится Энергия Клетки Говорят Я хочу кушать Я хочу кушать И начинается Потребление Значит Глюкозы То есть нормализация Значит Одно из условий Нормализации Сахара При диабете Второго типа Наживного Это Физическая нагрузка И естественно Естественно У нас Поджелудочная Железа не может Выдавать Слишком много На Инсулина Когда Глюкоза Или сахар Поступают Сразу в большом количестве Если они поступают Потихонечку Равномерными Такими Порциями Как например От Каш От Значит Там Овощей Таких Содержащих Ну Мало глюкозы То Все успевается Как только Это идет От сладких Соков Идет От Знаете Печенья Которое Быстро У нас Усасывается Ну тем более От сладости Если мы там Чаек Или кофеек Обильно Таки Туда Кладем Сахарок То Вот эта Ударная Нагрузка Она как раз Не воспринимается По желудочной Железой Потому что все У нас имеет свои Резервы Свои силы И начинается И начинается Значит Избыток Сахара Куда его девать Естественно девать Некуда Он просто Сбрасывается Через почки Поэтому Значит Раньше Определяли Так Ага Пробовали Лекари Мочу Мочу Попробовали Мочу 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 Физическую Нагрузку И все Сахарный диабет Уходит И мы можем Спокойно Дожить до Преклонного Возраста Абсолютно Ни с чем не сталкивается Другое дело Когда Сахарный диабет Первого типа Сахарный диабет Первого типа Это когда Божелудочная Железа Практически Перестает Продуцировать Инсулин И его Надо Значит Как-то Из Извне Доставлять В виде уколов В виде каких-то там Таблеток Вот Ну Исследовал я И этот вопрос И столкнулся Знаете с чем Потому что я работаю В большой Медицинской Энциклопедии То есть я работаю С современными Знаниями В этой Области По сахарному Диабету С Народными Знаниями Вот С другими там Знаниями О здоровом Образе жизни Которые влияют На поджелудочную Железу И все это сопоставляю Сопоставляю Так вот Что происходит Происходят Вот такие знаете Вещи Как я сейчас Пришел к выводу Очень страшен Спазм Спазм Возникает Спазм Может возникнуть Вот В теле В протоках Поджелудочной Железы Около Поджелудочной Железы Так вот Вот этот спазм Возникает От эмоционального По трассине От эмоциональных Переживаний От Удара В эту Область Спазм Возникает И знаете что Получается Вот Произошел удар В область Поджелудочной Железы И Это привело К спазму И если этот Спазм Быстренько Не ликвидировать То Возникает Отмирание Клеток Поджелудочной Железы И естественно Она перестает Что-либо Продуцировать Инсулин И возникает Зависимый Диабет Первого Типа Поэтому здесь Надо действовать Быстро Точно так же И В случае Эмоциональных Переживаний Что И как Делать Я В этой Статье Огромной Описал Опыт Ознавления С комментариями Вот Две Девчушки Таня Слева Оля Справа Они Использовали Рекомендации Из моих Книг Я не хочу сказать Что Это мои Рекомендации Это Наши Общие Рекомендации Лучших Мыслителей Медиков Народных Целителей Которые Я Описываю Как это Работает И в таком Рожженом Виде И в газете И в книгах И они Воспользовались Этими Рекомендациями И очень Довольны Очень довольны Вот Это те люди Которые Реально Получили Такое Оздоровление И делятся Своими Результатами Достижениями Вот Хлеб Паракюляну С моей надписью Улучшает вкус То есть написано Малахов Хлеб Паракюляну Такого вкуса Доволяю надпись Малахов Вкус еще лучше То есть я все таки Внес В свою лепту В эту науку В положительную сторону Что вот это вот Так же Начинает Положительно влиять Болезни Их лечения Эндометриоз Что это такое Как там его лечить Школа здорового образа жизни Продолжаем Эту школу Так Литературная страничка Значит Доказать свое право на жизнь Что там Такое Что там было Как начиналось Ну тут Вы почитаете Я например Не знал Оказывается Когда я родился Роды были тяжелыми И У врачей Создалось такое впечатление Что я не жилец И меня просто-напросто От матери Унесли Ну куда там В эту В детскую там Комнатку Где там Лежать Эти все Новорожденные Ну и Не давали матери Наверное Дня 2-3 Думали Что Ребенок помрет И чтобы лишний раз Не травмировать Женщину Вот Ну получилось так Видите Что я выжил И продолжаю жить Количество здоровья Что это такое Интересная статья Ну вот Пожалуй И вся газетка На эту тему